Всем привет, с вами Павел Косенко. Как вы наверняка знаете, недавно вышло приложение Dehancer для iOS с поддержкой обработки видеофайлов. И я решил вам показать, как я обрабатываю видео в iPhone в приложении Dehancer от и до. Покажу вам, как я выбираю пленочные профили, как я настраиваю все параметры. Возможно, вам это будет интересно и полезно. Поехали! Прежде всего, необходимо установить Dehancer на ваш iPhone или iPad, если, конечно, вы этого не сделали раньше. Найти Dehancer можно в App Store, также я приложу в описании прямую ссылку. В App Store в данный момент доступна версия 2.4, я же вам буду показывать на версии 3.0, которую вы тоже скоро сможете скачать буквально со дня на день. Она отличается поддержкой iPad, некоторыми улучшениями в плане стабильности и небольшими фишечками. Например, вот появилась такая симпатичная пленочная ленточка с последними фотографиями, которые вы сняли на вашу камеру. Давайте откроем какой-нибудь видеофайл. Например, вот такой вот из Териберки с Баренцева моря. Смотрите, если вы открываете видеофайл, у вас появляются элементы работы с ним. То есть некая тайм-линия, вы можете сделать плейбэк, то есть включить проигрывание файла, причем звук тоже будет проигрываться. Можете отмотать начало, можете отмотать конец, можете поставить луп, то есть сделать так, чтобы файл все время повторялся по кругу. Ну вот, в общем-то, это и все. Дальше мы можем работать с этим файлом точно так же, как с фотографией. Внизу у нас список пресетов. Мы можем их переключать между собой, выбирать, что нам нравится. Можем пойти в настройки Edit и изменить параметры. Как я поступаю? Я обычно отталкиваюсь от какого-то пресета, который мне либо понравился, просто чисто визуально, либо я уже знаю, что я хочу по творческой задумке, и я уже знаю, какой профиль подойдет. На самом деле, чаще всего я выбираю визуально. Давайте просто поприменяем разные пресеты и посмотрим, что нам подойдет. Если вам не хватает пресетов, которые по умолчанию, вы можете добавить пресетов, то есть посмотреть все пресеты, не только от команды Dehancer, но и от других партнеров, с кем мы работаем. Это колористы, фотографы, блогеры, которые продвинутые, которые занимаются именно вот color grading, они нам тоже дают свои варианты пресетов, которые мы, если они нам понравились, добавляем в наш пак пресетов. Ну, мне обычно достаточно пресетов от команды Dehancer, то есть те, которые мы сами создали. Давайте попереключаем еще дальше, посмотрим. Черно-белый я точно не хочу в данном случае. Наверное, мне вполне нравится, вы знаете, Fuji Chrome Velvet Stone, такой немножечко морочноватый, соответствует этой атмосфере. Чтобы посмотреть до-после, нужно сделать длительный тап на фотографии, ну, в данном случае это не фотография, это фрейм нашего видео, и посмотреть до-после. Мы также можем это посмотреть для любого другого фрейма, то есть который находится глубже, дальше по тайм-линии, по нашей. Я обычно беру какой-то средний фрейм, который наиболее наглядно отражает все видео в целом. Итак, посмотрим до-после, что я бы здесь сделал. Прежде всего я хочу пойти в закладку Edit и донастроить этот профиль под себя. Давайте, прежде всего, попробуем различные способы печати. По умолчанию, так как это слайдовая пленка, не предполагается печати на какой-либо принт-носитель, бумагу или пленку. Однако, чем интересен в том числе D-Hancer, тем, что он может позволить как бы напечатать то, что в реальной жизни напечатать нельзя. Давайте посмотрим, как это будет смотреться на бумаге. Более контрастно мне это вполне нравится, кстати говоря. Как это будет на кинопленке? Наверное, на кинопленке в данном случае уже перебор, уже слишком много получается неестественной печати. А вот на фотобумаге мне нравится. Тут нет сторонних оттенков в тенях, избыточных каких-то холодных. Этот вариант мне уже нравится. До, после, до, после. Уже лучше, уже мне нравится. Что я бы еще хотел сделать? Прежде всего, смотрите, мы можем увеличить двумя пальцами изображение и порассматривать его повнимательнее. Мне кажется, что в данном случае у нас избыточное зерно. Оно, все-таки, если мы работаем как бы со слайдовой пленкой, пусть мы ее и как бы печатаем, все равно зерна многовато. Поэтому я сейчас пролистаю до зерна и попробую его отключить. Ну, совсем если отключить, наверное, будет слишком гламурно. Но сбавить его вполне имеет смысл. Вот я значение amount сбавляю. До, после, без зерна, с зерном. Да, мне так нравится больше. Двойной этап возвращает наш масштаб до стопроцентного. Это первое, что мне бросило в глаза зерно. Поэтому я к нему, собственно говоря, и пошел. Дальше. Мне кажется, что здесь мы можем поработать с параметром Film Compression. То есть снизить немного цвета. Тем самым снизить контраст изображения в целом. И получить больше запас на общее повышение контраста, что сделает наши цвета более такими сочными. Давайте включим Film Compression. По умолчанию он избыточен, конечно. Слишком сильно он цвета повышает. Слишком серые становятся. Поэтому я прежде всего поработаю с белой точкой изображения. До, после. Film Compression. До, после. Вот с белой точкой я поработал. Уже стало посимпатичнее. Без Film Compression. С Film Compression. Обратите внимание, как облака начали прорабатываться. Возможно, даже... Давайте посмотрим, что у нас с Tonal Range. Нет, Tonal Range я оставлю по умолчанию. И, наверное, еще белую точку снизу чуть-чуть. Вот так вот. До, после. Здесь целое. Compression выключен. Compression включен. Да, мне это кажется уже более интересным и более пленочным. Что еще мы можем сделать? Ну, прежде всего, мы уже теперь можем повысить контраст. То есть, мы можем пойти в закладочку Print. И приподнять общий контраст. Смотрите, какой жир. Да, насколько жирным начинает становиться изображение. Может быть, даже избыточно жирным. Может быть, надо чуть-чуть вернуть его в состояние до. О, вот. Вот это мне уже, конечно, все больше и больше нравится. Давайте проверим, что у нас в экспанде. Экспанда у нас, черная точка немножечко подтянута. 1.16. Мы можем ее вернуть в исходное положение в районе нуля. И тем самым чуть-чуть смягчить тени. Наверное, да. Наверное, мне это нравится. Когда мы работаем с экспозицией и контрастом, нам всегда нужно проверить, что у нас происходит с виньеткой. Отключим виньетку. Включим виньетку. Мне кажется, с виньеткой здесь все хорошо. Проверим Bloom Hallation. Bloom отключаем, включаем. Наверное, мы на таком масштабе не увидим. Попробуем его увеличить. Отключаем Bloom. Включаем Bloom. Мало что меняется. Слегка-слегка становятся мягче наши цвета. Давайте попробуем увеличить Amplify значение. То есть, как бы усилить влияние Bloom без Bloom. С Bloom. Давайте посмотрим. Вот здесь вот должно работать. Да, вот теперь в районе горизонта это видно. И вот в районе белого здания на заднем плане, что мягче стали цвета. Давайте в целом посмотрим. Без Bloom. С Bloom. Но это такой очень мягкий эффект в данном случае, который почти ничего не дает. Посмотрим, что у нас с Hallation. Без Hallation и с Hallation. Без с ним. Я вижу. Даже на таком масштабе я вижу. Смотрите, вот наша дорожка деревянная. Без Hallation. С Hallation. Она становится более теплой. То есть, Hallation глобальный есть и локальный. Глобальный Hallation в целом утепляет соображение. Но так очень это делает корректно. А локальный это делает на границах яркостных контрастов. Здесь, наверное, таких слишком ярких границ у нас нет. Поэтому мы, собственно говоря, можем попробовать увеличить локальный Hallation. Давайте посмотрим. До, после. Ну, слишком тонкий инструмент для малоконтрастной картинки. То есть, у нас все-таки здесь, вернуя в исходное состояние примерно, все-таки мы здесь снимали этот сюжет без яркого солнца. Поэтому такой ярко выраженный Hallation на контурах не ожидается. Я бы скорее оставил, как есть. Смотрите, глобальное. До, после. Насколько сразу наша картинка заиграла красками. Что еще можно сделать? Возможно, можно пойти в источник, в Source и поработать с балансом белого. Мне кажется, что он чуть-чуть тепловат изначально. Попробуем его компенсировать в сторону, ну, как бы охладить. Ну, не так, конечно, сильно, а вот самую малость. Мы можем просто визуально вот подвигать ползунок. И мне кажется, что вот минус, легкий такой минус превращает эту сцену в соответствующую настроению. То есть, это все-таки не солнечная погода. Это крайний север, это холодно. И вот такая слегка мрачная картинка. Мне она нравится. Вот теперь до, после. Смотрите, как заиграло наше изображение. На футаже, который ближе к концу, много теней, много темных точек. И мы проверяем, не провалились ли у нас тени. Нет, не провалились. Все хорошо. Ну, собственно говоря, я считаю, эту обработку можно закончить. И осталось только сделать экспорт. Нажимаю синенькую кнопочку. Мне предлагается три варианта. Я хочу экспортировать в максимальном качестве. Full Res. Запускаю процесс. Это у меня бета-версия для разработчиков. Поэтому у меня немножечко не так выглядит, как у вас. Я могу 10 тысяч раз бесплатно экспортировать. В реальном приложении в AppStory вы можете бесплатно экспортировать 10 раз. После этого необходимо выбрать какую-то подписку, для того, чтобы вы могли пользоваться дальше приложением. Я говорю, save to gallery. И начинается экспорт. Вот смотрите, это был минутный футаж 4K. И он у нас будет экспортироваться в районе 6-7 минут. Экспорт закончен. Давайте посмотрим теперь в полный экран, что у нас получилось. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И, конечно же, пользуйтесь Ди Хансером. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok